Международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о своем уходе из России. Между тем, как известно, в нашей стране ими выпущено уже не одна сотня миллионов карт. Поэтому всех россиян, ну и конечно же жителей Тверской области, очень интересуют ответы на вопросы, как быть и что делать. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Объявив о как минимум замораживании своей работы в России, а то и вовсе об уходе с русского рынка, Visa и MasterCard решили присоединиться к международным санкциям. По данным Центробанка, из почти 300 миллионов карт, выпущенных в нашей стране, три четверти принадлежат именно этим платежным системам. В ЦБ, тем не менее, успокаивают. Ничего страшного все равно не произошло. На территории Российской Федерации карты Visa и MasterCard можно использовать по старой системе. То есть как контактная оплата, либо как бесконтактная оплата. До истечения срока их действия в полном объеме на всей территории Российской Федерации. То есть операции по ним обрабатываются внутри страны, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. При этом и срочно переходить на отечественную платежную систему МИР не обязательно. Ваш банк выпустит такую карту после истечения срока действия Visa и MasterCard. Ну и тем более не надо бежать к терминалам и снимать наличность. Дело в том, что банки, которые работают на территории Российской Федерации, как попавшие под санкции, так и не попавшие под санкции, работают стабильно, надежно и бесперебойно. Все средства клиентов полностью сохранены и доступны в полном объеме. Кроме того, не ударит по россиянам, в том числе и по жителям Верхней Волжья, и прекращение работы мобильных сервисов Apple Pay и Google Pay, и прочих, которые были привязаны к Visa и MasterCard. Да, эти сервисы будут недоступны. Однако для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает отечественное приложение МИР Пэй. Его можно установить на мобильный телефон на базе Android. Сегодня к нему можно подключить к Артемир уже более 80 российских банков.